Фронтовая келья Владислава Лапертина Сам он называет ее очень комфортабельной По сравнению с той, что была в лесу Светлое помещение, снаряжение, которое может понадобиться за ленточкой Святые писания, иконы На этих святые сербской православной церкви В предыдущем батальоне Владислава было два серба, с которыми он поддерживает связь и сейчас Я попал в разведку, и с разведчиками, в принципе, служил большую часть времени Потом, когда попали уже на сами позиции, началась сама боевая работа Скажу, что большая часть личного состава стала спокойней Люди занимались своим делом, выезжали на БЗ, приезжали с ним Я принимал пополнение Впервые священник Владислав оказался в таких условиях в 2014-м, когда привозил гуманитарную помощь Тогда он понял, что неравнодушен к судьбе и горе у местных жителей Поэтому в 2022-м стал приезжать сюда уже с российскими бойцами и нести свою службу Ты находишься в том месте, где необходим, где востребован, где ты максимально большую пользу приносишь людям и обществу Я считаю, ты там и должен находиться Особенно человек церковный, который живет не для себя, а для тех людей, которые находятся рядом Сейчас он служит и общается с воинами-сибиряками и не может не отмечать особый дух земляков Но каким бы ни был этот дух, любой человек нуждается в поддержке, особенно на передовой Само присутствие священника в досягаемости, оно многое меняет настроение бойца Потому что он чувствует духовную поддержку, чувствует, что священник имеет боевой опыт И тоже какие-то советы ему может дать, как духовного, так и практического характера К этой службе священник относится философски Считает, что православный человек должен относиться к любому делу, порученному ему, с послушанием И встречать каждый день с любовью, как последний Он уверен, главное в жизни – духовное спасение Спасти себя и спасти других За этим Владислав Лапердин и находится на фронте Ирина Корчегина, Анастасия Дороган, День с толком